всем привет это видео вот про этот замечательный дом который называется модулер идеальный с точки зрения организации внутреннего жизненного пространства и вот сейчас про это мы и поговорим поехали и самого названия модулер видно что дом поделен как бы на три разных модуля с одной стороны это двухэтажный модуль и он является приватной половиной дома с другой стороны у дома общественное пространство кухня гостиная столовая это другой модуль и разделяет их третий модуль это входная в группа до в дом сейчас обо всем этом поговорим подробнее свой рассказ об этом доме я хочу начать с рассуждения о том зачем люди покупают загородные дома вообще в принципе первое это тишина мы хотим сбежать из городского мегаполиса мы хотим уединения мы хотим чистого воздуха мы хотим некий простор вокруг себя и ощущать себя единым с природой да когда в городе это все-таки большой мегаполис там огромные дома вот эти вот так называемые человейники где много квартиры сверху снизу справа слева соседи шунга и все такое прочее поэтому дом для нас это некое уединение второе дом для нас это возможность построить такое пространство которое будет удобно лично для нас для нас для нашей семьи для наших гостей соответственно мы имеем возможность спроектировать изначально таким образом чтобы все было продумано удобно а не так как нам предлагает застройщик многоквартирных домов и вот с этим что-то потом нужно придумывать нет здесь мы вправе проектировать так как нам кажется правильным здесь мы можем позволить себе потолки любой высоты здесь мы можем позволить себе любые системы ну конечно если позволяет на то ваш бюджет проектируя этот дом мы исходили из потребности семьи четырех человек то есть этот дом рассчитан на стандартную довольно таки семью когда есть муж жена и двое детей пускай разнополых возможно даже трое детей то есть этот дом тоже вполне себе подходит здесь учтены все минимальные потребности нормальной современной семьи а вот если что-то здесь не хватает ну например таких элементов как гараж баня бассейн обсерватория то это все можно достроить к этому дому собственно это почему еще он имеет такое название модулер то есть модулями мы можем что-то достраивать и даже что-то пересматривать внутри этого дома то есть в рамках вот этого объема что-то внутри мы можем двигать но сейчас несколько слов про фасад дома почему он именно такой а уже затем я перейду к рассказу о том что внутри и почему это скомпоновано именно таким образом сейчас во время пандемии многие переехали за город или стремятся переехать за города и хотят такой некой не обособленности и уединенности то есть некой закрытости защищенности и поэтому в этом доме три фасада основной и два боковых они собственно говоря являют собой некую стену даже почти глухую стену с редкими окнами таким образом мы обеспечиваем некую закрытость от внешнего мира здесь минимальное остекление его можно еще сократить и превратив таким образом фасад дома практически уже совсем совсем стену а с другой стороны со стороны сада максимальное остекление и максимальная открытость к природе то есть видите дом получается с одной стороны закрытый с другой стороны открытый мы специально это делали вот так выглядит обратная сторона дома которая обращена в сад или в лес или на реку в общем это самая видовая часть дома и здесь мы с вами видим максимальное застекление то есть максимальная открытость вот эта вот часть как я уже говорил это приватная половина дома а вот это вот гостевая там мы с вами уже видим диван и кресло даже на этом макете и находясь в гостиной то есть перед нами максимально открывается вид насад а еще здесь есть внутренняя терраса которая закрыта вот такими панелями формирующему некую пирголу и на этой террасе по желанию мы можем с вами даже разбить некий сад хотите это какой-то японский бонсай будет хотите березку можно посадить хотите фонтан можно организовать смысл заключается в том что не выходя из дома мы наблюдаем за этим садиком круглогодично и в этом главная фишка этого дома он как бы обнимает собой этот сад с другой стороны когда светит яркое солнце вот эта пиргола позволяет обеспечить затененность вот этого места вот этой вот террасы ну и конечно вот эти вот открытые ступени вдоль всего фасада они как бы приглашают нас спуститься дальше в сад но вот по всему фасаду видно вот эту вот максимальную открытость еще стоит сказать пару слов про плоскую кровлю почему мы выбрали именно плоскую они скатную ну во первых сейчас современные технологии позволяют сделать плоскую кровлю абсолютно надежной а во вторых плоскую кровлю мы можем всегда использовать и вот здесь вот на фасаде вы видите что со второго этажа есть стеклянная дверь через которую мы можем выйти на крышу и использовать все видовые характеристики практически во все стороны и летом мы можем здесь находиться на шезлонгах сидеть за столиком или просто любоваться видами таким образом мы получаем дополнительную полезную площадь ну и для обслуживания при необходимости мы можем отсюда со второго этажа попадать на крышу уже самую высокую теперь я расскажу про организацию внутреннего пространства этому этого дома и почему он получился именно такой формы а не какой-то другой то есть это не просто так не потому что мы так захотели у нас есть определенные запросы и требования к комфорту вот здесь стоит подчеркнуть именно к комфорту давайте вспомним почему мы хотим убежать из городских квартир и переехать в свой собственный дом одна из причин это тишина и в этом собственном доме мы должны обеспечить эту самую тишину что в квартире сделать практически невозможно потому что есть соседи справа есть соседи слева сверху и снизу кто-то включил громко музыку у кого-то кричат соседи кто-то ругается где-то дети топают над головой бегают это все раздражающие шумы поэтому в своем собственном доме я считаю мы должны по максимуму исключить все эти раздражающие шумовые эффекты и обеспечить полный комфорт под названием тишина давайте сейчас посмотрим как организовано все внутри начнем с общественного здесь находится кухня столовая и диванная группа здесь собирается вся семья здесь она встречает гостей здесь они праздную дни рождения различные мероприятия шумят галдят устраивают вечеринки при этом совершенно не беспокоясь что они вдруг могут кому-то помешать потому что если предположить что в этот момент кто-то отдыхает в приватной части дома там где спальня то звук абсолютно не проникает туда потому что есть центральный объем входной группы так называемая которая все эти звуки гасит это дополнительный звуковой буфер вот это вот окно которое мы с вами видим это окно на кухню вот здесь располагается кухня сейчас на плане вы ее увидите что удобно на кухне так это то что кухня п-образная с островом также на этой кухне здесь есть небольшая кладовка в частном доме вещь абсолютно необходимая дополнительная кладовка для хранения каких-то кухонных вещей запасов возможно туда какое-то оборудование кухонное поставить одним словом это повышает уровень комфорта и кстати говоря это очень важно для дизайна потому что дизайн в первую очередь это порядок а когда кухонный гарнитур завален различными предметами кухонной утвари это совершенно не способствует внешнему виду для этого есть дополнительная кладовка дальше идет большое место под обеденный стол вы можете поставить круглый прямоугольный овальный место достаточно чтобы усадить одновременно большое количество гостей ну и дальше достаточно большое пространство для того чтобы поставить диван кресло телевизор камин если вы пожелаете с огромным окном которое выходит в сад а в чем еще особенность этого помещения да в том что здесь окна выходят на все четыре стороны света со стороны кухни со стороны гостиной вот с этих длинных сторон везде есть окна конечно при желании их можно закрыть но зачем где вы еще найдете такое чудесную расположение такую чудесную планировку где окна выходят во все четыре стороны поэтому как бы ни стоял ваш дом солнце так или иначе будет проникать в это пространство это очень здорово и кайфово что здесь есть столько много окон то есть такая богатая инсоляция а теперь перехожу к центральному объему это очень важная часть начну с того что как мы попадаем в дом в дом мы попадаем через вот эту стеклянную дверь во-первых эта дверь пропускает солнечный свет в прихожей это очень важно чтобы в прихожей в том числе был свет там же из прихожей мы можем попасть в гардеробную которая находится вот здесь она вполне достаточно для того чтобы хранить одежду абсолютно всю верхнюю домочадцев и плюс еще разместить гостевые вещи когда гости пришли ну и главная фишка заключается в том что когда мы попадаем в дом через эти двери и далее в галерею которая соединяет вот эти два пространства мы не понимаем а мы уже зашли в дом или мы все еще на улице находимся вроде бы уже зашли а с другой стороны вроде бы еще и на улице почему потому что та стена которая в галерее граничит с террасой она полностью стеклянная и за этим стеклом находится тот самый садик он может быть японским каким угодно с березками как я уже говорил но фишка в том что попадая в дом вы как бы продолжаете находиться все еще на улице ну и из этой центральной части как я уже говорил мы попадаем либо в общественное пространство либо в приватное приватное пространство поделено на две территории территория первого этажа и территория второго этажа которая связывает между собой одна центральная большая нарядная лестница сейчас лестница находится вот в этой части и за этой лестнице стекло и с улицы мы видим лестницу и с лестницы мы видим улицу но при желании если этот вариант не подходит как я уже говорил здесь допускается компоновка дом ведь называется модулер и поэтому мы можем смодулировать как нам нравится первый этаж это родительский этаж здесь спальня гардеробная и большущая ванна аж с двумя окнами это сделано для того чтобы родители ощущали себя полностью изолирована при необходимости и пользовались этим пространство как им хочется как нравится как они считают нужным при этом чувствуя себя абсолютно обособлены никому не мешая и никто не мешает поэтому вот эта территория родителей это очень важно они занимают практически весь первый этаж есть еще небольшая часть вот в этом углу дома здесь котельная и здесь постирочная второй этаж на который мы попадаем по лестнице как вы уже поняли имеет две детские комнаты общую ванну между этими детскими комнатами то есть дети в данном случае делят одну ванну и небольшой кабинетик в котором при необходимости можно уединиться и поработать помимо этого есть шикарное совершенно угловое окно и отсюда можно попасть и на балкон и на террасу и плюс вот это угловое окно она обеспечивает панорамный обзор и дает тот необходимый простор вот ощущение простора чтобы в этом небольшом пространстве мы не чувствовали себя зажато также со второго этажа можно выйти на террасу вот здесь вот есть стеклянное окно которое мы распахиваем попадаем на террасу можем прогуливаться можем здесь на шезлонгах валяться можем вечеринку устраивать и так далее и тому подобное и так принципиальное отличие нашего дома других заключается в том что проектируя этот дом мы проектировали его изнутри снаружи то есть мы сначала разрабатывали внутреннюю планировку с учетом потребностей людей которые в нем будут жить с учетом их комфорта а потом это уже все вылезло наружу в тот фасад который получился фасад достаточно простой лаконичный это бетон дерево и штукатурка в нем нету ничего такого примечательного но собственно говоря как все современные дома отвечают в основном той функции которая необходима и эта функция удобства вторая фишка заключается в том что мы находясь в доме одновременно находимся как бы на природе то есть когда заходим в дом мы все еще на природе когда прошли в гостиную мы продолжаем быть на природе потому что сюда окна выходят и вот эти окна изнутри будут своеобразными картинами на которых сама природа рисует нам эти картины то есть мы все время будем наблюдать смену времен года мы будем наблюдать с утра до вечера как темнеет или там светлеет например как снег идет это создает определенное настроение как я говорил это одна из многочисленных версий дома модулер и ранее я уже снимал обзор на такой же дом только одноэтажный по ссылочке вы можете посмотреть там вы писали в комментариях что нету кабинета и не предусмотрено постирочная а очень бы хотелось так вот в этом доме все эти помещения присутствуют поэтому вот она планировка на наш взгляд теперь уже идеальная конечно в ней нету как я говорил бассейна бани нету гаража но это уже по желанию все можно настроить прибавить и таким образом увеличив дом но пока вот такой наш дом который называется модулер пишите комментарии что вы думаете по этому поводу как вам такая планировка как вам такой подход к жизненному пространству обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и всем пока и и и и и и